Денис. Да, Алексей. Мы можем приступить к записи видео? Начинай, Алексей. Ребята, здравствуйте. С вами, как всегда, непревзойденный Денис. Шалом православный и роскошный Алексей. Ладно, я смирился. Я сам себе сделал это учить. Слушайте, ребята, есть такая штуковина. Было столько дел, столько дел, а потом я поел и как бы что-то в общем все пошло не так. Мы только что поели, чтобы не нахрюканными снимать вторую часть нашего замечательного сериала. А чего они вот так вот стоят? А я не знаю, я просто фотку делал. Поэтому давай вот так оно будет стоять. Итак, у нас в предыдущем, кто не смотрел, у нас был ролик. Пиво с Южного побережья. Ой, с Южного. Ох, ты мой мамкин-географ. Все, 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 все. С этого господина. Пиво Черноморского побережья. Была живая серия. Че ты мучаешь? Бледила. Итак, если что, ссылочка сейчас выпадет здесь, Лёха как всегда забудет ее вставить, так что все нормально, найдите. Это вторая часть, мы продолжаем с тобой дегустировать, теперь у нас будет неживое. Да, для тех, кто не в курсе, Денис ездил в Крым, в Крыму было хорошо. Денис, как ты съездил в Крым, кстати? Отлично, Алексей. Что там было интересного? Все, камни, какашки, Шелдон, все нормально. Эти, как они, жучки? Паучки, скалопендры, клещи, змеи, медузы в этом году, все, как ты любишь. Денис, ты так аппетитно рассказываешь, пожалуй, я тоже не поеду в следующем году в Крым. Давай потихонечку начнем. Так вот, в прошлой серии, для тех, кто не в курсе, для тех, кто не видел, мы с Сашей ездили за оборудованием в Сочи, из Крыма, и заезжали по пути в магазины, которые находятся буквально от Крымского моста до Сочи, вот по всей этой дороге, там есть местные магазинчики. И то пиво, которое я никогда раньше не видел в Питере, в Питерской области, по дороге до Крыма, я там брал. То есть, соответственно, для меня это пиво Черноморского побережья. Это то, что все там пьют. Я не брал единственное там, естественно, Балтику, вот это вот нерегиональный Очаков, который настоящий Очаков, и все остальное. Потому что часть пива здесь и Балтика, и Очаков есть. Оно просто региональное, со своими этикетками. Поехали, Алексей. Давай, что у нас, значит, неживое в этот раз? Было живое, теперь неживое. Мертвое пиво, скажем так. Давай. Первое у нас. Кропиво. ССС... Живое. Блин, а мы пропустили название, оно тоже живое. Блин, ну мы профессионалы, что я могу сказать. Ну ладно, давай начнем с живого, а потом к мертвому перейдем. Кропиво живое. Это Кропоткинский пивоваренный завод. Вот это вот вырвиглазная этикетка, дизайн а-ля Тёма Лебедя, второй класс. Вот все, как мы любим. СССР, герб, серп, молот, звезда, натуральный продукт 100%, там, это вот какие-то медали, не медали, золото по краю. А у нас не было выпуска про Кропиво? Было. Было же, я точно помню, что мы что-то как-то прям там с тобой. Беззубые казаки, там вот это все. Да, 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 отлично. По составу у нас совершенно стандарт, это изготовленный по классической рецептуре, 11 экстрактивность. Естественно, это ГОСТ. Естественно. Это ГОСТ 2012 года, поэтому это не ГОСТ, а полная шляпа. Наливай, наливай. Все нормально. На Кукане? На Кукане. А, отлично. Наконец-таки начали варить на Кукараху. Выраженным хмелевым ароматом. С тонко выраженным, значит, хмели там походу нету. Отсутствие, отсутствие полнейшее будет. Ты знаешь, что я подумал по поводу пива-то, про предыдущего выпуска, который мы с тобой делали? Слушай, а может для них это норма? Может зря мы бомбим, а? Может, правда, для них... И может быть нормой. Леша, такой вкус у пива. Какая это к херам норма? Это не норма, я понял. Что-то меня так приколбасили эти пельмешки, я вам сейчас скажу. Я в этот раз не стал есть в кадре. А то вы там написали. Я плеснул в хромакей, ничего страшного. Да, ничего страшного, потом помою. У меня хороший порошок. Натаха стянет в стиралку в хромакей. Ой, дурак, опять началось вот это вот... А что этот жест, что значит, что у меня нос чешется? Я его почесал, что это нормальная тема? Вот все люди вот так вот нос чешут. Ты чешешь так нос? И все начали чесать нос. Реально все чесали нос, абсолютно все. Блин. Мне даже кажется, что из-за камеры сейчас многие начали чесать нос. Напишите, пожалуйста, почесали ли вы нос? Если вы почесали нос, поставьте... Хэштег чешем нос. Поставьте лайк, пожалуйста. Да, хэштег чешем нос на ТПП. Оно такое же мертвое, как и предыдущее. Мы записи-то поставили. Ёб твою мать, почему оно пахнет навозом, Леша? Слушай, ну, блин, ну оно да. Слушай, а оно может быть... Почему в запахе коровник, а это не саур? Да, я только сказал, саур же пахнет. Может быть они... Ну, подожди, может все дело во вкусе. Блядь, оно реально пахнет навозом. Ну, это... Нет, оно пахнет... Сдохли дрожжи, автолиз, чу-чу-чу. Что это? Мне кажется, я никогда не нюхал дерьмо мух, но мне кажется, именно так оно должно пахнуть. Блядь. Чего? У меня джинсы не разъест? Да, их и так уже разъело. Это состояние нельзя. Чокаться не будем этим продуктом, нет? Нет, ну оно же живое. Блядь. Это пиздец. Блядь, я даже пить больше не могу. Нет, ну это правда, это просто неуважение к потребителю такое делать. Ты меня каши, извини, Дениска, но это прям вообще на уровне просто добра и зла. На грани. Ребята, я клянусь, это просто и во вкусе этот навоз. Сейчас я разберусь в оттенках вкуса. Я пока этикетку прочекаю. Чрезвычайно сильная газация. Первое. На вкус тонкий оттенок хмеля. Хмеля здесь я не чувствую. Это полная шляпа. Сода я здесь не чувствую. Вообще нет его здесь. Пахнет реально коровником. Нет, саур тут не написано, что это саур. Ну я на всякий случай просто мало ли, знаешь, а то потом скажут, ребят, вы что, кропиво, это же саур. У них же свой цех там с кисляками, вы что? Они чаны в Бельгии покупали. Рядом с бельгийскими, которые выдерживаются. Да нет, ну, господа, говорить об этом пиве, это нет, как бы то ни было, потому что люди писали на первом ролике, типа, ребят, вы поймите, что для нас мы пьем это пиво, норм. Там было два человека. Я абсолютно с уважением отношусь к их мнению. Может быть, это вкусно, но вот честно говоря, вот с учетом того, что я пробовал Балтику, то Балтика это вышаг по сравнению с этим. Все, что спасает это, не пиво, эту... Это живую жидкость? Эту жидкость, это сильная газация. Это бокал, если бы не бокал, она бы развелась. Если бы не сильная газация, здесь бы был полный трындец. Ну, мне не понравилось вообще. Газация вот просто вот сглаживает вот все эти навозные нотки. Сука, я никогда не думал, что в ТБП мы будем говорить, сглаживать навозные нотки. Как бы прикрыли картонажем немного, да? Да. Он этого приятнее. Ну, картонаж классная тема. Не, ну это пипец. Ну, зато серп молот на этикетке. Вот, зато здесь все нормально у нас. Слушай, а вы в итоге-то купили же, да, это оборудование, за которым ехали-то? Да. Легендарное живое пиво. Я эту легенду, по-моему, знаю. Не, ну это от пива ровно ноль. Ребят, может быть, качество, конечно, в воде какое-то. Не, ну здесь не в воде дело. Здесь дело в том, что здесь и солода-то нет, такое чувство. Просто пьешь какую-то неприятную. У него вот именно, знаете, вот неприятную. Может быть, оно испортилось, кстати. Что тоже вполне себе вероятно. СССР, блин. Какой срок годности у пива? Я проверил все в сроках. И по хранению тоже ты не на балконе держал, естественно, на солнечном. Вот СССР. Зачем они написали вот слово СССР на этикетку? Чтобы опять вот нас отослать вот к этому. Рожденный в СССР. Ну, типа, короче, знаешь, это работает так, что вау, как в СССР. Ну, вот оно, судя по всему, и родилось вот именно в то время. А потом вот долго-долго лежало. Лежало, настаивалось, но ничего. Лучше с ним не произошло. Притом, что, да, у них бутылки брендированные. Ну, да. То есть у нас даже, вон, у многих наших-то пивоварей не брендированные бутылки. Основан в 1900, если я не ошибаюсь, выдавленной этой херовиной, в 1908 году. 908-й? Да. Знаете, мы часто поднимаем тему, например, Гринберген, да, там, какого-то лохматого года. Менялась ли рецептура? Вот мне вот интересно, а здесь-то менялась рецептура? Просто если оно изначально таким было, то это очень у меня под большим вопросом. Оно у нас, не сказать, что очень холодное. То есть, да, оно температуры где-то, может быть, градусов, ну, здесь 14. На ней написано, прямая связь с генеральным директором по качеству, но указан не телефон, а e-mail. Да, то есть можно написать на e-mail, понятно, здорово, удобно. Это жутковато. Слушай, а может, позвоним им по горячей линии сейчас? А зачем? Не знаю, узнаем, почему говеновозом отдаёт. Ну, это не, на самом деле, не особо интересно. Тебе стандартно скажут, что назовите марку пива, где покупали, туда-сюда, мы разберёмся и всё. А, к сожалению, такой информации, это у тебя не то, что нет. Я думаю, ты её забыл, как только вышел из этого магазина. А сколько, кстати, стоило оно? Как тебе такой вопрос? Оно всё стоит порядка 50-80 рублей. Угу, угу, угу. Давай дальше. Ну, что, по оценке что-то скажешь, Денис? Ну, а зачем ставить отрицательные оценки? Отлично, согласен. Давай дальше. Бутылка, кстати, очень напоминает юсберг. Обширонский пивоваренный завод. Так. Мужик с топором и с кружкой пива. Судя по всему, полуторалитровый. Судя по размеру. Вот это, кстати, нормально. Так это тоже живое пиво. Слушай, ну вот они везде, они умудряются впихать, блин, это живое в любом виде. Я чё-то не понимаю, где мёртвое, брат? Ты же обещал мне мёртвого пива. Ну, это честное. Это, про которое мы говорили, что честное. Да-да-да. Ладно, давай. Авторское. Пол-литра. Медали получала в Сочи. А за что написано медали получала? Ну, за то, что, видимо, участвовала. А, ну, молодцы. Ну, я не знаю, мы зря стебёмся, может, оно и хорошее. Давай-давай-давай, мы не стебёмся. Во-первых, открывается ли оно удобно? Наверное, должно. Ну, стрелочки есть. Так, давай, попробуем. Молодец. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Красиво. Смотри, как пиво, рада тебя видеть. Писта. Проверь, проверь. Налимай. Рада видеть. Это как мы ехали через этот Крымский мост новый. А тебе, кстати, как вон мост? Почему-то все не впечатлены. Я не понимаю, что впечатлятся. Это мост, блядь. Свантовый-то он вообще там, не знаю, сколько он дает. Да там в Крыму этот мост, большая часть по суше идёт. Сам мост там отрезок не очень большой. Разве? Да. Ну, в общем, выгляделось. Там же через пролив идёт. Да, но пролив-то там не 15 километров. Ну, килограмм в 5-то есть? Да нет, по-моему. Сейчас нам напишут. Ну, да, давай, наливай. А, ну, крыс. Да, по поводу, рада видеть. Там на Крымском мосту стоит блокпост. Ну, не блокпост, а застава ментовская. Или как это называется? Блокчейн. Блок... Ну, не знаю, в общем, стоит пост ДПС. И там милиция, ОМОН, ГАИ. Вот это вот всё. Я понял, понял. В одном с плотными рядами стоят. Сука. Ну, там вот людей, когда туда берут на работу. Явно они не местные, не крымские. Явно со всей России понабрали. И вот туда они ездят в командировки. Но объясните вы людям, что они людей, которые едут в Крым, встречают. В принципе, это вот первые люди, которых встречают в Крыму. Ну, это лица города, по сути. Да. Почему они не улыбаются? Почему у них лица? Вот я тебе честно говорю. Вот, наверное, у немцев в 41-м на блокпостах к Москве приветливые, сука, лица были, чем у наших гаишников на въезде в Крым. Вот реально, блядь, так. Там проезжаешь мимо, и ты понимаешь, что тебя реально сейчас могут завалить на капот. И не дай бог, что пристрелят к херам собачьим. С такими лицами стоят, что вот в крымские вот это вот переправа, ну не переправа, а мост. Что на въезде в Сочи? Реально страшно проезжать мимо. Вот реально страшно. На тебя смотрят как на врага. Но они останавливают или нет? У меня было ощущение, что мы с Сашей там крупнокалиберный пулемет в Сочи везем. Вот когда на них смотришь. Ну вот как вообще? Ну почему им нельзя объяснить? Блядь, люди едут на курорт. Ну улыбнись ты, скотина, блин. Нет, стоят. А ты в этом году не брал, понимаешь? Блядь, не ваше дело. Просто я думал, что ты брал? Нет, слушай, я согласен. Потому что, но с другой стороны, Денис, когда ты проезжаешь на Полковке пост, еще где-то пост, ты где-нибудь бьешь, чтобы гаишники улыбались. Они улыбаются только... Понимаешь, когда ты проезжаешь пост на Полковке, ты едешь из Питера в Питерскую область. Да это по барабану. А когда ты едешь отдыхать в Крым, оттуда 99% едут отдыхать. Я тебя умоляю. Там обычные люди тоже ездят. Ну ездят, но все равно это очень неприятно. Вот реально так. Тебя это расстроило, видимо, очень сильно. Ну ты как нормально сейчас отошел от этой темы? Ну, две недели психиатра и... Далевай давай. Поговорим. Так, что? Слушай, по пенке вроде все в порядке, кстати. Мне почему-то кажется, что он неплохой будет. Вот не знаю, мне кажется, что я умею... Умею... Умею. Что-то умеет, Алексей, у нас. Что-то ты как-то странно себе наделал. Три пальца. Ну оно лучше пахнет, чем предыдущие. Полторы нормы. Подожди, молчи, сейчас у меня пенка отстоится. Пахнет водой. Мы это как, сравниваем вот именно с этими пивасиками, да? Ну да. Пахнет водой. Оно не такое поганое, как предыдущее. Оно пахнет водой и пьется, как вода. Но просто немного сладковатая вода. Но лучше, чем предыдущие. Конечно. Оно сладкое и пустое. Настолько пустое, что о вкусе не сказать ничего. Вообще ничего. Ноль. Солода тоже как будто нет. Это вода, немного подсластителя. Я вот сахар не очень чувствую, если честно. Она сладковатая. Ну вот фишка пива здесь отсутствует полностью, да? Это как будто газированный напиток... Нет, как-то, знаете, квас. Квас же это сейчас не считается. Это как? Газированный напиток или как? Это вот знаешь, как... А, нет, это типа напиток на основе кваса. Вот это напиток на основе пива. Напиток чего брожения? Да не суть важно. Это вот знаешь, сварили какое-то пиво нормальное. Солод, который после этого остался, его не стали выкидывать, а сварили еще раз. Получилось вот это вот. Это как работает собственная торговая марка, да? Которая делает... Да нет, соц СТМ, он бывает разный. Он бывает и хороший СТМ. Я про пиво. Я про пиво. Ну, про пиво, да, может быть. Давай, напомню, кто делает СТМ нормально. Ну, хотя бы так, лента, окей, может быть, пятерочка делает нормальное пиво. Вот оно так делает по принципу, да, Анташ? Да нет, продукты зависят. Ты говоришь от имени сетки, а я говорю от имени производителя. Есть производители, которые делают СТМ на разные сетки. И они делают СТМ нормально. Не про пиво, если мы говорим. Нельзя сравнивать СТМ в пятерочке, в принципе, как вот одно, один большой. У них разные производители, у них разные отношения. Я понимаю, я тебе конкретно про пиво говорю. У нас же пивное шоу. Да говно там. Да говно у нас шоу. Ну, так. Вообще никак. Ну, по сравнению с предыдущим, пить можно. Ну, просто как будто пьёшь напиток на основе пива. Вот так вот я бы надолго. Я говорю, это два раза переваренный солод. Такое впечатление. Пустой, водянистый, сладковатый, чуть-чуть газированный напиток. Газированный. За что они там? Газированный. За что они там получают медали эти? Я не понимаю. Вы меня хоть треснете. Да я думаю, за то, что просто доехали до Сочи. Вот, 2006 год. Правда, здесь 11 говна, а тут 12 ничего. Это как вообще работает? Нет, ну это абсолютно ничего так и есть. И понимаешь, что самое интересное, что раз это пиво продаётся, раз его делают до сих пор, то есть люди его покупают. А скорее всего, кому-то оно нравится. Я очень неприятно, что мы, может быть, кого-то можем оскорбить этим. Мы этим выпуском, скорее всего, кого-то оскорбим. И следующим тоже, когда мы будем главпива пить. Я уже просто заранее знаю. Но я-то не пробовал, я там не знаю, что там, может там всё в порядке вообще. Если как вот сравнивать какой-то напиток газированный на жаркое лето, наверное, да. Так вообще, конечно, ну это смешно просто, ребят. Ну правда, любое пиво, которое можно взять, вот, ну давайте даже возьмём. Ну я вижу, я что-то сравниваю сразу, не то, что надо. Стёпка Разин. Да и то, мне кажется, поинтересней вкус. Но я, правда, Степана Разина не пил уже сто лет. Может, он уже тоже парфозный стал. Давай майкопская. Честная. Честная, да. О, сейчас врань. А у них здесь, кстати, медалей пипец как много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одна из которых серебряная, все остальные золотые. Плюс это 100 лучших товаров России 16-го года. Плюс у нас экстрактивность начального сусла, у них теперь называется НС. Еее. Это нормально. По поводу 100 лучших товаров, это что значит вообще? Объясни мне, пожалуйста. Ну, есть премия 100 лучших товаров России. Платишь денежку, тебя выносят в этот список. А, это рост этот? Судя по всему, да, это оттуда все. Для вас, как для себя, с 1882 года. Давай, покажи мне, вот как они это делают для себя. Мне интересно. Давай, давай, покажи. Давай майкоп, не подведи. Ну, давай, родной. У тебя есть все шансы. Куда ты дернулся? Ну, блин, самое вкусное, это дымок этот. Давай, наливай. Ничего, что я покачусь на тебя немножко вот так. Что-то мне как-то пельмешки подубили, малеха. Зачем? В смысле мохнатку? Ну, Денис, она и так уже ближе к Денису стоит, чем ко мне. Ревнует к мохнатке-то. А, вы об этом. Я притягиваю. Мохнаточка моя. Маленькая. Блядь, Леш. Что, живое, да? Да. А! Они, вот мы специально отсматривали, что живое, а что обычное. Они умудряются запихать название живое в такие места, где вот нормальным взглядом не зацепишься. И вот я вот смотрю, вот есть все-таки, у них есть сургучная печать вот здесь вот. И на сургучной печати там курсивом живое. Дениска, наебал ты нас всех, конечно, знатно, друг мой. Ну, здесь хотя бы еще и честное. О, они для себя варят пиво, я должен сказать. Вот оно, кстати, пахнет, как первое пиво. Вообще, как один пиво. А не один завод, посмотри, делает, на самом деле. Может, правда там что-то говорит? Нет, это Кропоткинский, а это Майкопский. Ребята, я не знаю, почему. Я просто не понимаю, как это работает. Ну, почему это надо делать вот так вот? Ну, почему это вот так вот, вот такое вот пиво? Почему оно вот такое вот? Ну, не должно оно быть таким... Как необычное. Оно сладкое еще при этом. Оно сладкое и с каким-то яблочным привкусом, что ли, каким-то фруктовым. Вот реально какой-то сладковато-фруктовый привкус. Вижу, какими-то сженными мухами пахнет. Я не знаю, ребята. Вот честно, вот я все понимаю. Нам напишут, что, блин, мы нифига не понимаем, что на самом деле это... Персиком отдает. Во, понял. Ну, скорее всего, хмель рос около полян персика. Я не знаю. Многие напишут, что мы не правы, что это очень вкусное пиво. Ребятоньки, родные, ну вы хотя бы напишите, по сравнению с чем вы это сравниваете. Оно сладкое. С чем оно вкусное? Оно сладкое и выдает персиком. Как это работает? Ну, то, что оно переслащено, оно очень приближено к пиву борода, вот объективно говоря. Но борода хотя бы фруктами не отдавал. Здесь это скорее плюс, кстати говоря. Да, я вот тоже хотел сказать, что это скорее плюс. Но мне персиком не отдает, я не знаю, что, Денис, там персиками пахнет. Не пахнет на вкус, персиковый вкус. Фруктовый. Ну, фруктовый есть, но персиками, вот конкретно я персики расчехлить не могу. Не знаю, оно еще и вяжет при этом. Вот как вот недозрелый фрукт, небольшая оскобина оставляет. Оно прям вот вяжет. Как вот бабушка свитер вяжет, как менты вязали в свое время. Эй! Вот скажи мне, пожалуйста, почему они пишут вот такие вот лозунги, что варят они пиво для себя, как для себя. Ну, неужели директор вот этой пивоварни ООО МПК? Чего МПК? А, смотри, ООО МПК. Это майкопский пивоваренный залог. Да, да, да. Ну, я просто... Может быть, все, что МПК делает, не очень. Хотя нет, МПК-то делает, но хамовники стоят же. Какой противопоказатель для себя. С 1882 года. Опять же, Динь, ну что они действительно это пиво варят вот так вот с 82 года? Ну, это тогда очень грустно. А кто там нарисован? Петр Первый, нет? Нет, там какой-то фабричный, судя по всему, рабочий. Ага. В жилетке в такой. В руках. То ли газета, то ли бутылка хамовников, непонятно. Ну, просто характерно. Похоже на бутылку хамовников. Очень похоже, что в руке вот такая вот штука у него такая, как конус. Надо сфоткать, вставить. Лех, не ленись, ставь, пожалуйста. То есть они на этикетку своих хамовников майкопского пива поместили чувака с хамовниками. Ну, а что, нормальный выход. Это не вкусно. Это не норма. Я вас умоляю, те, кто напишет, что это норма, напишите сравнение с чем хотя бы. Ну, с чем-то таким, что мы не сравниваем крафтовую пивоварню. Нет, просто какое пиво... Небольшое замечание, оно у нас не тёплое, оно у нас прохладное. Было бы оно тёплое, мы бы сейчас переболевались. Да, да, да. Но фишка в том, что оно вяжет рот, прям вяжет. Вот я сейчас сижу, мне хочется реально сполоснуть рот, ротовую полость. То есть ты думаешь, что всё-таки это будет Балтика 7, скорее всего, да? Да. Давай ты будешь открывать, и мы будем пить. И наслаждаться нам ещё неплохо было бы попробовать янтарный эль. Мне почему-то кажется, янтарный эль должен быть неплох. Судя по тёмной... Янтарный эль, кстати, их было два вида, но я уже говорил, по-моему, в предыдущем выпуске, то, что в припадке пьяного безумия кто-то у меня выхлебал лагерь, который был синего цвета, такой же казачий уз. А, ты рассказывал этот раз, конечно. Всё-всё-всё, не надо много. Я боюсь, что... Пахнет семёркой. Даже не семёркой, а тройкой. Не, не отвратительно пахнет. Балтика и балтика. Ни о чём. Но даже не семёрка, а тройка. Да, притом немного подразбавленное такое впечатление. Водой, да? Очень водянистый солодовый отварчик. Это лучше, чем вот это всё, но это тоже не пиво. Подожди, а это можно хоть что-то нормальное купить? Или это реально всё, что продаётся? Я специально брал те сорта, которые представлены только там. Но что продавалось ещё, чтобы просто понимать? Это стандартная Чакова, стандартная Балтика, стандартная Северная Корона. Это сибирская. А Сибирская Корона, вы не делали выпуск про неё? Ну, мы на их делали. А, Лена же бутылку там покупала огромную. Какую бутылку Лена покупала? Послали девушку за пилом, послали жену за пилом. Кого мы там послали? Послали, кому-то. Кого-то послали, да. Я не знаю, ребята, вы знаете, просто у нас до этого мы сейчас снимали Вольфа с Энгельманом. Могу сказать, что, конечно... Между ними примерно два столетия разницы с точки зрения белого варенья. Просто я вам серьёзно говорю. Вот этот берёшь, пьёшь их лагер, ты понимаешь, что да, здорово. Евролагер не такой хороший. Да, может быть, нам там, это уже, знаешь, такие бзики. На самом деле он идеален по сравнению с этим. Он просто мощнейший по вкусу, мощнейший по запаху. А это вот, ну, да, пить это можно, но это разбавлено водой очень сильно. Такое впечатление, что разбавлено водой. Ну да, да. Навряд ли они что-то там разбавляют водой. Ощущение того, что не полнота вкуса. И она как будто добита, знаешь, именно вот этого разбавления. Ты его пьёшь, пьёшь в воду, а потом у тебя появляются какие-то оттенки солода во рту. Хмель там не ночевала. Оно никакое, оно просто вот ноль, ничего там нету. Ну, на жару, в принципе, нормально. Дон ещё как-то может сойдёт. Да, плюс 30 на пляже ты выпьешь эту бутылку залпом, ничего не почувствуешь. Ну, утолишь за жажду. Газации там, ну, так себе. Ну, хер его знает. Газации, я бы сказал, даже мало. Более чем странно. В алкоголе 4 градуса, да, такой типа, а вот что они пишут? Пиво светлое просто они пишут и всё. Без конца, вода питьевая, солод, ячменный, поваренный, солодовый экстракт. Всё, блин. Не знаю, ребят, может я что-то не понимаю, но мне дон так себе. Южная заря, это какой-то, не знаю. Хоть это и Балтика, они наверняка там контролируют производство с точки зрения технолога, технологий там и всего остального. Но это нулино, ну просто нулино. Это знаешь, как вот с точки зрения, как на машину смотришь, вот Hyundai проехал и всё, и ты забыл, как оно выглядит. Что это было? Вот здесь так же. Выпил и забыл всё. Что это такое? Да, есть хорошая машина. Да я хер знаю. Ну это я так в качестве... Ну я понял, да, да. Понимаешь, проедет какой-нибудь Hammer, ты его запомнишь. Проедет какая-нибудь там Infinity, ты её запомнишь. А BMW если проедет? А проедет Hyundai и... Чё? Я переживаю за BMW, а если BMW проедет, что происходит? Ну, неконтролируемый приступ ярости обычно. А когда на Шкоде кто-то проезжает? Слушай, у Шкоды, вот особенно вот как у меня Yeti, она уродлива, но ты её не хотя бы, вот не это знаешь, не будет такого, что раз, проехала, и вот как вот я её сейчас объяснил. Она уродлива, но ты её запомнишь. Потому что она уродлива. Нет, у Шкоды не все уродливы, это Yeti. Да, Yeti нормально, она зато большая у тебя. О да, там, блядь. Так что, вы в Крым на ней же ездите? Ты багажник в Yeti видел? Ну маленький. Это слёз и боль. Ну у тебя же ещё... Слёз и боль, слёз и боль. Ну у тебя же ещё туля наверху стоит. У меня не туля, у меня фапа. Фапа, блядь. Фапа, да. Я не знаю, давай к Келю перейдём, потому что я об этом даже говорю. Об этом, ребята, вы знаете, даже говорить-то особо нечего, потому что... Это скучно, объяснять вкус пива, у которого нет вкуса, это скучно, неинтересно, никому не надо. Слушай, а ты, кстати, не загорел и приехал. Ты не загораешь на солнышке? Ну я стараюсь там сильно не светиться. Почему? Ну у меня белая кожа, я обгораю моментально, с меня можно вот так вот её обдирать потом вот вечером. Боже мой, что с тобой, Лёша? И с лица тоже? Я весь могу обгореть. Охренеть. Поэтому ты не загораешь принципиально, да? Не принципиально, но просто стараюсь не светиться на солнце. Я могу там постоять, посидеть, покупаться, но валяться на пляжу так, чтобы с целью покрыться равномерным персиковым загаром, это не моё. Я вообще не имею персиковый. Все эти пидовские штучки, это пускай кто-нибудь другой занимается. Подожди, то есть те, кто загора... Да, да, кстати, у нас был один кадр, который... То есть те, кто загорают, это пидовки, я правильно понимаю? Нет, он либо пьяный, либо педик, да. Шутка. У нас был один кадр, который умудрился днём, мы как раз с Сашей ездили за сатуратором, он остался в лагере, выпил, ещё раз выпил, решил позагорать. И уснул. Разделся полностью, так как у нас народа мало, там никого нет, там можно... С шнягой, что ли? Можно вообще чего угодно делать. И сел и уснул. Мы приехали к вечеру, когда он, знаешь, вечером уже делал, у него был пантенол в спреи, он так вот штаны делал, так... Вот так вот застёгивался такой и сидел дальше. Старался не двигаться, потому что у них вот эта вот передняя часть тела, она была вот как крик от Вольфоса, вот в отцвету, наверное. Охренеть, ещё и яйца сгорели. Ну вот всё, что вот было на поверхности... Гать, это же больно, наверное, пипец, это же пипец, как можно члены сгореть. Ну правда, ну это же ужасно. Ну просто ужасно. Слушай, у нас в принципе сейчас плюс 30, ты можешь поставить эксперимент. Я что, только здесь народу дофига... Не, я не хочу, я вообще... На солнце, нет, вчера лунное затмение вообще было. Великое противостояние Марса. Мы тебя за дом поможем. Спасибо. Давай янтарного эля в тетерем. Давай в тетерем, да. Ну так открывай скорее уже, наконец-таки. Ой, мне вопрос покоя не даст. Как можно уснуть... Я вообще не понимаю, как можно уснуть на солнце, на ярм. Просто не понимаю. Мы когда были в Таиланде, я в какой бы какашка... А не, знаешь что... Ну максимум трусы сжечь в номере, но не спать же на солнце. Помнишь, помнишь, я... Нет, был случай, сейчас я расскажу. Мы когда были... Помнишь, я рассказывал историю про корабль-то, когда мы вмешали молочко в этот с этим... Рома с колой. Когда с китайцами-то ехали, я рассказывал. Ну вот. На катере. Мы приехали к островам, по-моему, пипи или что-то такое. Я там так кака хотел сделать. А, я как раз кака и ходил делать. И мы, короче, первое, что, знаешь, там едут рассказывать. Ребята, вы сейчас приедете, это действительно красивейшие острова. Это они там просто под защитой ЮНЕСКО. Это просто великолепие. Мы выходим, значит, первые, естественно, китайцы, потому что их больше. Они выходят, такие... Фоткайте, вылезаете, ходите красиво. Такие, знаешь, четыре тела выходят из этого. И такие просто сразу же... Бум! На песок. И спать. Ну, морская болезнь, сами понимаете. А, это где-то белый человек трогал китайского ребенка? Да, 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 да. Так, ты уже налил? Да. Слушай, он очень, кстати говоря, напоминает мне IPA. Опять ты начинаешь по цвету стилистику определить. Ну, я про вас так слава. Ну, он нелевый запах, ярко выраженный, хороший нелевый запах. Медурственно, медурственно пахнет. Ну, не как Spitfire, конечно. Он немного сладковато-солодовый такой, с медом, с карамельными нотками. Очень неплохо пахнет. Что, он вообще к кленам отдает немножко. Прикольный вкус, кстати. Как я говорю, он именно медово-такая карамельная сладость и во вкусе, и в запахе. Вот по сравнению, что было до этого, вот это просто... Слушай, это вышло... Как это? Что ты сделал, пивовар? Боже мой! Слушай... Как это? Вот вроде кто? Вот где? Вот! Вот! Тоже ведь Балтика, да? Южная Заря, там все дела. Как ты это такое? Слушай, Дениска, ну это правда недурственно. Ну, может быть, немножко переслащено для Эля. Ну, причем у меня кленом, реально кленовым сиропом отдает. Ну, прикольно. А вот если оно холодненькое, так вообще... Это не спидфайр, конечно, далеко не. Но, например, если, кстати, сравнивать пива с... Как он называется? Это Нью-Касл, да? Который, в принципе, водянистый. Вот это лучше, чем Нью-Касл. Отлично. Медово-карамельное послевкусие. Отличный запах. Да. Это я сейчас говорю, опять же, это не значит, что мы сейчас сравниваем с какой-то Англией, Бельгией. И вот это около Эль. Да просто как Эль. Вот по сравнению с этим... Нет, ну это нельзя сравнивать. Это другое. Это знаешь, как Михаил Ершов с Волковской пивоварней мимо проходил, и вот его аура зацепила какой-то варочный порядок у них один раз. И они смудрились сделать что-то приличное, блядь. Что такое? Что-то годное, да? Да. Нет, это действительно хорошо. Ты, может, выспишься? Блин, братан, я не могу. Это пельмени меня просто, блядь, мне что-то там подсыпало в нее. Яду. Яду? Ты можешь. Газация в норме. Просто плюнул туда уже. Посторонок никаких. Да нет, да нет, вообще у меня вопросов к этому пиву ровно ноль. Только единственное, мне кажется, чуть-чуть поменьше сладости. Ну, это уже такой, знаете, как бы загибон. Ну, это чисто элевая темка, это вот чуть-чуть сладости. Чуть-чуть, но здесь немножко, чуть-чуть побольше, да. А в целом отлично, ребята, вот правда, казачий уз, как бы то ни было, это питьмо. Кстати, у Лицкого, когда я был в Республике Беларусь, я пил эль, а у них есть от Лицкого тоже. Блин, ребят, не вспомню, как называется. Просто фантастически. Я на него подсел, он гораздо лучше, чем Нью-Кассел и всякие разные вот такие вот элечки. Классно, вот это тоже неплохо. Еще раз об экстрактивности, смотри. Ребята, вот эти вот... Какой дизайн, какой дизайн. Ребята, ну, рак в папахе казачий, да, это... Да, рак в папахе. Это Тёма Лебедев, уже третий, четвертый класс начальной школы, это вот примерно вот так. Ладно, не суть. Вот здесь вот ребята умудрились при экстрактивности начальной 11% сварить очень плотное, хорошее карамельное пиво со вкусом, цветом и запахом. Вот эти вот ребята с экстрактивностью на процент больше 12 умудрились сварить... Это разное пиво. Шляпу, блядь. Дениска, ну это все разное пиво и как бы сравнивать все равно не надо его, потому что понятно, все понятно, что вкуса там не на 11, а на 2%, а здесь супер. Это хорошо. Сколько оно стоило? Оно чуть дороже стоило, казачий уз был чуть дороже. Но чуть дороже, опять же, это в формате плюс 10-15 рублей. Не, но это хотя бы, я правда не уверен, что это в жару прикольно пить. Да, это не для жары. Это немножко для другого. То есть это может быть даже взять на дачном участке посидеть, понаслаждаться вечером. Прохладным все равно. Хотя вот он сейчас не особо прохладный, но он все вкусный, да? Холодненький, я думаю, что это вообще бездар. Хотя вот холодный, на мой взгляд, он не передает всю ароматику вот так, как вот именно такое конкретно пиво. Мы, конечно, сейчас опять же, мы говорим с точки зрения вот после... Как я ее, а? Так-то. Потом вообще в Майкопской уроню. Ребята, вы еще не представляете, что он с цедрой делает. Улетаете отсюда нахер. Ну. Мы сравниваем это все опять же с точки зрения вот этой вот воды. Невнятной, сладковатой, просто воды. Если мы начнем, ну мы опять сейчас начинаем повторяться, если мы начнем сравнивать с английскими элями, да, они немного не дотягивают. Спидфайр, например, это вообще, ну для меня это один из любимых элей, это, конечно, не то. Но это неплохо. От этого нету отвращения, это не хочется выливать, это хочется допить. Да. Опять же. Вот, поэтому, слушай, брат, может и мед, и к тебе реально пчелы липнут? Я его экстрагирую через кожу, ты хочешь сказать, или что я должен сделать? Я не знаю. Пчелы липнут на две вещи, насколько я знаю. Пчелы? Да. Цветы и мед, да. Ты-то все больше по мухам спец, да? Да я тогда, как говорят, я знал, просто я знал, что шутеечка сейчас с мухами, это, конечно, твой конек. Давай завязывать. Давай завязывать все. Что хочется сказать? Во-первых, спасибо тебе большое, что привез весь этот пивас. Лучше бы ты, конечно, как обычно, я повторюсь, купил что-то нормальное. Но нормального, я так понимаю, что там особо нет. С другой стороны, мы с тобой расчехлили, это интересно попробовать, что, в принципе, ну, плоховато дела все-таки на побережье с пивом, согласись. Ну, не так, как... С местным пивом. С местным пивом, да. Не так, как хотелось бы. Ты знаешь, что я... Сейчас, ребята, немножко пообщаемся. По поводу... Разговаривал с кофтовиками, по поводу... Солода, хмеля, всего вот этого, что приходится закупать в Финляндии, приходится закупать где угодно, но у нас, как бы, типа, ничего особо не делают такого хорошего. Может, стоит развивать именно вот эту историю для того, чтобы делать годное пиво, что-то делать сырье какое-то качественное, тот же хмель, тот же солод, еще что-то. Ведь все же зависит... Ведь вкусное пиво, это вода, этот-то хлеб, хотел сказать, вода, солод и хмель. Ну, почему это вот так плохо? Если здесь используется то же самое все. Почему это настолько херово-то, я не понимаю. Почему он и не чувствует? При минимизации затрат на производство мы покупаем солод не в Чехии, не в Германии, а покупаем солод какой-нибудь наш, который к пивоварению имеет очень непосредственное отношение. Мало, мало. Ну, имеет, но уж лучше за границей закупать, потому что там этим профессионально занимаются, там растят специальные сорта и все-все остальное. У нас тоже пытаются, но пока мы не дотягиваем. Хмель то же самое. В России у нас, насколько известно, его изводят только подвязный, который в Чувашии делается. Из него особо ничего хорошего наварить не удастся, если ты не мастер пивовар там 10 уровня. Выжать оттуда вкус, да, по сути? Да. Ну, заказать этот хмель в Чехии, жатецкий какой-нибудь, или в Германии, или в Англии, или из Америки вообще какой-нибудь, это у тебя бутылка из 45 рублей превратится в 85. А по факту, ну да, она станет немножко лучше, но не дотянет до тех образцов, которые сварены на новейшем оборудовании в той же самой Литве, допустим. Которые закупают, в принципе, то же самое, но благодаря оборудованию, дезинфекции, мойке, чистке и отработанным техпроцессам, которые контролируются теми же самыми, допустим, финами, которые разбираются в пивоварении на данный момент, они не могут дотянуть. Для того, чтобы начать разбираться по технологии, нужны, опять же, импортные пивовары для начала, которые научат наших, или наших отправят на стажировку, чтобы там научились. Это опять деньги, а у них бутылка должна стоить 45. А почему они не хотят работать на будущее? То есть, я понимаю, что это не первом момент. А кто вложится? Вот, Красная Заря куплена Балтикой. Балтика, судя всему, что-то все-таки делает, и они вот делают более-менее прилично. А вот Кропоткинский, Майкопский и Абширонский не хотят никому, видимо, продаваться, но и сами не тянут новые технологии, новых технологов, каких-то импортных или обученных своих. И вот и сидят на одном месте, не справляются, не вытягивают. Ну, знаешь, если честно, я уж, если так уж так говорить, я лучше попью что-то другого тогда. Я даже не про пиво говорю, а лучше, ну, что там, говна типа сидора я лучше попью, давай вот так, чем пить вот такое вот пиво я абсолютно никчемный. Чтобы им взять сейчас, наверное, вот прямо сейчас поднять уровень хотя бы до уровня вот этого казачьего уса, я думаю, у них это пиво моментально станет стоить в два раза дороже. Опять же, по совокупности факторов. Человеческий ресурс, закупленное сырье, технология и производственные мощности. Без этого никак. Ну, может быть, надо как-то, я понимаю, что люди будут покупать, а им нужны продажи, и их все устраивает, люди покупают в любом случае. Я понимаю, почему это людям может нравиться? Вот мне вот только один вопрос, почему это может нравиться? Что в Европе, что у нас, что в Италии пьют всякую санину, нет там нормального пива, не видел я ни разу, что в Испании, у них там больше, да, вино и пускай, и черт с ними, пейте дальше. У них в Сангре есть как бы. И бери ту же самую Финляндию, Германию, Чехию, что все, что северное, все лучше, исключая Швецию. Ну да. И то Швеция тоже уже идет по пути, там, крафт, не крафт, они тоже уже пытаются что-то делать. Там пидор они что-то сделали. Это норвежцы. А, это норвежцы. И то это, по-моему, русский сделал в Норвегии. Да ладно, блядь. А ты в курсе, что заговор в Берлине есть свой бар? Бар, да. Охренеть, я недавно узнал. Прикольно, молодцы. Один из самых популярнейших баров в Берлине, на что ты понимал? А я вообще был в шоке, когда узнал это. Блин, заговор красавца. Вот откуда у меня, наверное, деньги появились на все это? И у меня другого просто нет ответа. Как-то, как такое вообще происходит-то? Ладно, что, будем закругляться тогда? Да. Подытожить что-то хочешь еще? А, знаешь еще в чем может быть корень проблемы? Вот этих вот заводов. Все эти заводы модернизировались и строились, и развивались, и вкладывались деньги во времена СССР. План, экономика, все дела. У них есть деньги, и они туда их поклали, туда-обратно. Они на каком-то уровне, видимо, уровень... Даже если поклали? Вкладывали деньги, и так далее, и тому подобное. Закончилась плановая экономика, начался дикий капитализм, 90-е, денег нет, производство не модернизировать, туда-сюда, и вот они с тех пор вот так вот и мыкаются. И денег нигде не взять, и неохота этим заниматься, и, видимо, вот, ну, с пятого на десятое. Ну, я понял, к сожалению, но это, наверное, скорее всего, так и есть, к моему величайшему сожалению. Ребята, вот такой вот получился выпуск, не знаю, мне такое чувство, что скучно так получилось, потому что я сегодня что-то какой-то, совсем какой-то я сегодня вяленький. Лена, что-то с пельменями не так, что-то туда магию какую-то, видать, добавило. Магия-магия. Магия-магия, сейчас хорошая интеграция была бы. А, ребят, спасибо огромное, что были с нами, спасибо, что ставите пальцы вверх, скоро с вами встречаемся в следующую пятницу, скоро, да, и еще пару моментов по поводу вкусовщины Сидора будет, точно будет в ближайшее время. Ну, а там уже вроде как все анонсировали, как-то так. С вами был, как всегда, великолепный Денис. Роскошный Алексей. И самое популярное шоу в деревянной беседке Красносельского района. ТПП. Пока. Счастливо.